МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот включил. Вот в эту сторону, в эту сторону. Реакция ноль. Отсутствие воды в жару для жителей Ишеевки проблема привычная. Ежегодно летом водоразбор увеличивается в несколько раз. С приходом аномальных температур скважины не справляются. Приезжая с работы, люди не могут не то, что элементарно руки помыть. Сами видите, у меня на голове хвостик. Это потому, что я не могу элементарно помыть голову. И я думаю, что у многих людей. Например, я знаю, что у меня соседи сегодня уехали. Уехали к родственникам помыться. Но это нормально, вы мне скажите. Это уже не первый год. И прошлый год, и позапрошлый год. Вот, дел у нас не хватает скважин до сих пор. А где деньги, которые мы платим за воду? Куда они ушли? В скважину? Только без воды? Проблему обещали решить в 2019-м. Нужно было пробурить всего две новые скважины. Но не случилось. Свободной муниципальной земли с водоносными слоями рядом нет. Выход? Купить скважины участников. Быстро не вышло. Покупка и оформление земли затянулись на год. Стало понятно. Жара и в 2020-м пройдет без воды. Было принято экстренное решение о покупке двух новых скважин. Уже сейчас процедура уже в стадии оформления. Все к окончанию подходит. Я вам еще раз говорю, что в конце августа мы надеемся, что уже воду подадим. Как протянуть до августа, четкого ответа нет. Надеются на дожди и спад температуры. Общественники уверены, ситуация с водой – отражение бездействия районной администрации. Население поселка растет с каждым годом, а новых источников водоснабжения не появляется. На тот момент, когда действительно эти скважины возводились, они были рассчитаны на определенное количество людей, которые, собственно говоря, на тот момент существовало на населенном пункте. Сейчас населенный пункт разрастается, количество водоразбора растет. Естественно, в такую жару оно еще больше возникает, водоразбора. И поэтому действительно воды многим не хватает. При этом всем, как бы на те 10 скважин, которые не существовало, да, три скважины вышли из строя. Да, естественно, это 30% по сути воды недополучают жители. И поэтому необходимо, соответственно, максимально быстро эту ситуацию разрешать. Ульяновский район не исключение. Обезвоживание терроризирует большинство районов области. В одних населенных пунктах не хватает скважин, в других – проблемы с изношенностью труб. Сеть водоснабжения проведена еще при Советском Союзе. Все имеет свой срок. И, судя по всему, срок годности закончился в 2010-м. Именно тогда проблема с отсутствием воды громко прозвучала впервые. С тех пор никаких технических решений. А зря. Синоптики прогнозируют череду аномально засушливых лет. Ситуация похожа на задачи про волка, козу и капусту. Все нужно делать комплексно, иначе проколы и констатация факта. Хотели как лучше, получилось как всегда. Вишкайма. Незадолго до засухи здесь установили новую водонапорную башню по областной программе «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Оказалось, башня не решила проблему, а создала дополнительную. Трубы не справляются с напором воды. Люди жалуются, что раньше был напор отличный, а сейчас, как построили эту башню, вообще нету никакого напора. И что ни день у них все прорывы, что ни день все прорывы. Завтра опять какое-то отключение. Приносят извинения. Какие извинения? Это вчерашний день, нет воды с вчерашнего дня. Никто не предлагает подвести воду, чтобы у нас была вода. В справедливости ради Ульяновская область не единственный обезвоженный регион. На днях на засуху в трубах пожаловались в Тульской области. Там засбоила раздающая подстанция. Организована раздача технической воды. В Калуге сразу два района пострадали из-за коммунальной аварии. Саратовский и Калининской вовсе с перебоями в изоснабжении живет не первый год. При этом чиновники, судя по всему, везде одинаковые. Под стать проблеме заверяют. Проблема воды сильно преувеличена. И вообще, жители в общей степени сами виноваты. Слишком много воды тратят на полив огородов. Причины отсутствия воды. Первое, это, конечно, порывы, которые приводили людей к тем негодованиям, которые Слава Николаевна зачитывала. Второе, это повышение уровня разбора воды для полива. И третье, это, наверное, изношенность сетей. Смешно, но на полях колхозов системы полива тратили в разы больше воды и всего хватало. А сейчас деревенские огороды, сады и дачи обезвоживают поселки и города. На этот раз профильному министерству отсидеться не получится. Широкая огласка в СМИ и сигналы возмущения в социальных сетях темы воды сделали главной. Вот эта пачка, эта пачка только за последние пару дней по воде. 50% из них крайне резкие характеристики. Губернатору и вам, уважаемые члены правительства и вам, господа главы муниципальных образований, прежде всего. Сергей Морозов ситуацию назвал предчрезвычайной, а потому решение на местах. Незамедлительно провести комиссию ПЧС, создать оперативно-выездные группы в муниципальное образование, изыскать средства на ремонт водоводов, организовать работу ремонтных бригад, направить дополнительную технику для развоза воды. Срок две недели. Отчет ежедневно. Каждый день я обязываю Смекалин, Тюрин, Черепан в рамках заседания комиссии по чечальным ситуациям создать рабочую группу по неукоснительному реагированию на все сообщения, на все обращения людей. Ежедневно определять, кто из вас будет выходить на телевидение, на радио, на другие источники массовой информации и рассказывать, что сделано за сутки, где какие вопросы решены. Для эффективной работы подключили службу экстренного реагирования. Те, кто сегодня без воды, могут оставить свою заявку в службе 112. Каждое обращение без исключения проверяется с выездом на место. Есть первые результаты. На 16 июля водоснабжение в селе Труслейского поселения возобновилось в полном объеме. Проведена работа по разным моментом использования насосных линий, как через барок, через накопитель, так и через дополнительную систему. Село Визовый Гай Старокладкинского района. У нас там имелись проблемы с водоснабжением населенного пункта. Дефицит воды из добываемого из-за водоисточника. Для решения проблем были проведены работы по промышке скважины в цели увеличения ее дебита. Также установлен глубинный насос большей производительности. Это В610-140. Указанные мероприятия позволили обеспечить село Визовый Гай холодное водоснабжение в полном объеме. То есть у нас ни жалоба оттуда не поступает сейчас, и в полном объеме обеспечивается весь населенный пункт водоснабжения. Нам удалось сегодня решить подачу воды в тех районах, где были порывы обеспечены, ремонтные работы. Там проблемы решили. То есть 22 населенных пункта на сегодняшний день. Мы устранили все замечания и обеспечили нормальную подачу воды. На очереди Чердоклинский и Ульяновский районы. Во втором волшебным образом ускорилось оформление земли. Сегодня прокладывают линии электропередач, трубопровода. Через 10 дней заработают две новые скважины. Как оказалось, августа ждать не обязательно. В Чердоклинском же реконструируют Архангельский водозабор. Три новые скважины производительностью практически 5000 кубов в сутки появятся до конца сентября. Время первой скважины уже завершено. Всего в 2020 году будет построено три таких новых скважины. Это позволит решить проблему с водой в Чердоклинском районе полностью. А еще параллельно стартовало строительство магистрального водовода. В этом году у нас начинают строительство первого этапа до поселка Октябрьский. До июня следующего года в планах подрядчикам завершить это строительство и дальше продолжить проектирование на Мирный и на Чердоклы. Таким образом, к 2023-2024 годам мы очень надеемся, что практически 20 тысяч жителей Чердоклинского района будут обеспечены качественной водой в необходимом количестве и круглогодичной. С приходом дождей и понижением температуры острота проблемы значительно снизилась, но не решилась полностью. Например, в Средней Якушке на днях вышла из строя скважина. Для жителей организован подвоз воды как технической, так и питьевой. А потому останавливать ремонтные работы рано и даже больше стоит задуматься о тотальной реконструкции сетей водоснабжения. Плюс, наконец, научиться действовать наперед, предугадывать и быть во всеоружии к следующим жарким дням. Каждый год, когда жара наступает, сразу возникает проблема. Но все равно это какие-то технические решения. Либо, так сказать, ставить какие-то вот в такое время переменки прокладывать, либо какие-то ставить там башни Рожжевского, либо какие-то другие решения. Я не знаю, может быть, какие-то емкости с водой. Чтобы их наливать, и люди, чтобы там их разбирали. Вопрос обсудят, примут меры. А пока борьба с сухими кранами продолжается. Напомним, по вопросу отсутствия воды можно обратиться по телефону экстренной службы 112. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok